всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня собираюсь вам показать обалденный рецепт свиных ребрышек запеченных на гриле в классной глазури кстати извините за темные стекла потому что очень яркое солнце и если их сниму то буду так вот щуриться постоянно вот так вот рецепт просто потрясающий я попробовал эти ребра и был восхищен помните вот этот ролик про тандыр мы снимали его с володей в гостях но в гостях не у володи нет вернее у володи но другого короче есть одна семейная пара людо и володя именно у них мы снимали вот этот ролик про тандыр еще люда классно готовит и именно у нее я подсмотрел рецепт соус или барбекю и этот соус уже снимал показывал вот если пропустили щелкайте посмотрите а еще с этим соусом я готовил вот эти свиные ребрышки которые готовлю сегодня и знаете почему решил их вам показать ну кроме того что они очень вкусные дело в том что рецепт чрезвычайно технологичен вся предварительная подготовка проходит не в поле не в лесу на углях а дома в нормальных условиях на нормальной кухне заблаговременно хоть за день хоть за неделю вообще а на природу вы выезжаете уже практически с готовым продуктом и на углях только доводите уже до идеала придаете глазировку так сказать последние штрихи а если вы владелец ресторана или кафе то вот этот рецепт вообще для вас находка представляете практически готовы ребрышки прекрасно лежат в холодильнике или вообще в морозильнике короче сами сейчас все увидите короче начну же раскочегаривать угли ну и как водится воспользуюсь вот этим замечательным стартером для вебера в смысле стартером для угля от компании вебер в нем очень быстро все разгорается достаточно парочки вот таких вот комков бумаги и где-то минут 15 если заполнять на три четверти это ведерко я подожду пока у либо готовы а вы посмотрите все подготовительные операции которые проводил вчера и сегодня с утра вы спросите чего ради вообще заниматься вот этой вот двойной тепловой обработкой спокойно сейчас расскажу сначала займемся ребрышками но сначала хочу показать вам вот это чудо это ребрышки которые вчера замариновал я сейчас старательно удалил весь чеснок все ошметки постарался убрать насколько получилось эти кусочки перца и сейчас собираюсь их запечь духовке привет вам из прошлого сейчас я быстренько заболеную вот эти замечательные ребрышки сначала надо конечно же озаботиться снятием пленки ну все это знаете вооружаюсь маленьким реально маленьким таким вот ножом самура кайджу и снимаю да конечно же вы можете снять эти пленки любым ножом хочешь ты к ножом от калаша то это пытаюсь снимать серьезно пытаюсь красивые видео а значит в кадре должны быть красивые продукты и красивые ножи и кайджу пожалуй что самый красивый из всех у меня имеющихся ножей теоретически конечно можно было вообще эту пленку не снимать для сегодняшнего рецепта но если вам не лень лучше удалите все подготовлено всего у меня вот эти вот ленты тянут почти на 2 кило процентов на 30 массы приходится косточки если у ребра для такого способа приготовления из расчета 10 11 граммов на килограмм белка плоти весной то есть маринад на это количество пойдет 20 граммов и кроме того надо обязательно добавить чеснок резать его не собираюсь вполне достаточно будет просто раздавить это позволит соку нормальный вариант выделиться и удалить эти зубки перед запеканием просто и еще хочу добавить душистый перец в первую очередь из-за классного аромата остроту и жгучесть обеспечит глазурь надо немного поработать пестиком без фанатизма а теперь оливковое масло для более равномерного распространения всех вот этих вот ароматических веществ по ребрышкам много его не надо вполне хватит примерно пары столовых ложек и яблочный уксус не столовый а яблочный ну или можно винный использовать не плюхать сюда столовый до кислота в маринаде нужна для разрушения белков для того чтобы мясо мягче стало но кроме размягчения хотелось бы еще и вкусных ароматов поэтому используйте действительно вкусный действительно ароматный уксус так немного перемешать чуть-чуть отлично смотрите какая красота и остается переложить эти ленты в пакет в нем более экономично мариновать меньше маринада расходуется если соберетесь сделать это в чаше готовьтесь каждые три-четыре часа все перекладывать для равномерности мацать постоянно их собственно на этом процесс завершён сейчас уберу их в холодильник на сутки конечно можно было бы запекать уже часов через шесть но лучше все-таки пусть маринуется подольше и на самом деле и за двое суток с ними ничего не случится так что встретимся с вами завтра сейчас я начну процесс запекания помните вот этот ролик баранья лопатка там как раз применено то самое низко температурное запекание щелкните посмотрите после просмотра этого ролика ссылку и размещу под видео тоже дело в том что мясо богатое соединительной тканью становится восхитительно нежным и мягким и остается при этом сочным только при варке либо при тушении при тушении в жидкости ребрышки чемпион по содержанию коллагена если их просто жарить или просто запекать на углях они будут вкусными да но такими же мягкими как после тушения не будут поэтому я сейчас очень плотно запечатываю форму фольгой но щуп термометра вогнал для контроля температуры понятно и вот теперь из-за этой плотной упаковки из-за того что объем под этой фольгой у меня совсем небольшой влага которая будет выделяться из ребрышек при запекании там и останется по сути получится что они запекаются в очень ароматном пару в очень влажной атмосфере уберу духовку запекать надо при температуре 140 150 градусов два с половиной часа сейчас у меня есть время приготовить соус будущую глазурь для обмазки во всех подробностях как он готовится я вам уже показывал вот в этом ролике и если вы его еще не приготовили у нас в заначке не стоит то щелкайте и посмотрите а здесь все будет факультативно яблочный уксус и коричневый сахар и разогреть сахар растворится заложу остальные ингредиенты лустерский соус лимонный сок томатная паста сушеный гранулированный лук сушеный чеснок порошок горчицы насчет возможных замен я в ролике про соус говорил острый красный перец сладкая паприка и мед а теперь надо уварить соус до желаемой густоты на среднем даже скорее ниже среднего огня сахара много составе поэтому чтобы ничего не подгорело следить и помешивать периодически у меня вот этот объем будет готов примерно через полчаса час встретимся с вами теперь уже у мангала когда ребра запекутся вот так все просто ребра сейчас полностью готовы они сочные они мягкие они нежные но надо добавить им яркости сюда эту красоту старательно смажу соусом со всех сторон а потом соответственно глазирую на углях вы видите ребрышки косточки даже отделяются уже от мяса просто красота соус очень густой с таким соусом я предполагаю нужно отлично готовить не только свиные ребрышки с ним прекрасно пойдет курица с ним прекрасно пойдет говядина даже баранина это будет великолепно да давайте-ка я сразу решетку на угли отправлю греться так и среднюю часть сюда же есть но теперь надо с другой стороны ребрышки тоже смазать этим прекрасным ярким вкусным соусом смотрите меня эти ребрышки всего полчаса как из духовки то есть они не успели остыть поэтому они загрелируются зарумянятся на них карамель появится быстро и это нормально это правильно потому что они внутри горячие еще если вы привезете на природу ребрышки прямо из холодильника то сначала их прогревать нужно не на прямом жару улей а немножко в стороне чтобы они сначала внутри прогрелись и только потом уже непосредственно помещать в более жаркое место и все на угли эту вкуснотищу сколько запекать по времени не скажу зависит от нашего гриля тут расстояние до углей влияет и насколько угли горячие вот так вот накрою крышкой не сожгите соус содержит много сахара он при нагревании норовит сгореть вы же здесь сейчас готовите по сути уже готовые ребра только прогреваете немного внутри чтоб сочнее были и создаете карамельную корочку поэтому следить внимательно и да уже можно перевернуть еще раз немножко смажу наверное с этим соусом он съесть даже старую подметку мне этот способ просто безумно понравился представляете в свободное время можно хоть пять хоть десять килограммов этих ребер наготовить запечь потом забросится в морозилку и пусть лежат а в холодильнике будет стоять банка с этим соусом а как только собрались на природу вытащили пакетик с ребрами и баночку соусом и поехали очень просто удобно и быстро думаю все пора снимать с огня да вот она посмотрите на это чудо вы видите красота я с вашего позволения посол заранее овощей на гарнирчик давайте уже за стол вот такой натюрморт ну и конечно немного пенного напитка для алкогольного конечно сейчас не будет счастья так сказать для освежения вкусовых пупырышков вот всем хорошо лето но черт возьми вот я вроде в тени но снимать сейчас на термометре 37 градусов жуткой жара на нахладиться как хорошо давайте отчик рыжим ребрышка и вот так вот сказка просто сказка аромат ну смотрите она отваливается с ребер просто сказка если и есть рай на земле то он должен быть вот с такими ребрышками и вот с таким вот гарниром овощным гарниром попробуйте приготовить однозначно возьмете на вооружение будете готовить постоянно это бомба и давайте скажем спасибо люди володя вам спасибо за компанию всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...